всем приветик я еду за малым у нас дождь сегодня целый день едем в бассейн сегодня забрала свои налоги отчет о налогах до 15 апреля мы его должны были отдать ушел наш отчет значит малоимущие люди что значит малоимущие это те семьи те люди если кто одинокий кто получает доход на семью меньше там пятидесяти шести тысяч это значит люди с низким доходом это значит люди малоимущие по-русски будем говорить малоимущие так вот из-за того что у нас низкий доход за того что у нас еще как бы ребенок на воспитании на руках хоть в 21 год тут уже не считается ребенок 20 у нас 18 там дома здесь 21 год совершеннолетия но пока она учится она считается ребенком которого мы содержим на своем удержание содержание значит за этого ребенка нам возвращают какие-то деньги конечно не возвращает не пять не десять тысяч возвращается около трех тысяч каждый год нам за то что у нас есть еще ребенок на руках и налоги ушли и вот мы теперь ждем этот возврат но этот возврат мы на руки почти не берем он приходит к нам в банк на наш счет и уже по мере возможности по мере нужды мы эти деньги там тратим когда за квартиру когда еще за что-то ну короче это хорошая типа помощь но маленькая но ничего не поделаешь больше не дают у некоторых людей может закраса такое может быть мне может я не права но все думают если живут в америке значит хорошо зарабатывать могут себе что-то купить жилье квартиру или там дом но не могут все здесь это себе позволить но не могут особенно те иммигранты которые приехали не все могут смотря кто чем тут занимается если конечно вы приезжаете с английским языком кучей денег с хорошей профессии которую здесь вы можете овладеть и получать деньги да тогда у вас все карты в руки вам все карты в вы можете устроиться на хорошую работу получать хорошие деньги не быть малоимущим тогда вы себе можете купить квартиру и дом даже миллионник это здесь все очень просто но так как мы приехали сюда без языка мы приехали сюда без профессий приехали сюда уже старшем возрасте нас такие здесь какие-то вот такие привилегии здесь не ждут единственное на что мы можем рассчитывать снимать рент или купить квартиру или ну кондо тут называется вот домик полудомик но это должно быть в комьюнити тем кому за 55 это комьюнити для пожилых людей и там дешевле находят там дешевле вот эти квартиры но чтобы купить такую квартиру нужны деньги а так как люди мы малоимущие куда у нас денег нету денег мы не можем купить я пошла в банк спросила в банке а вы можете нам дать кредит она посмотрела говорит вы типа не не сможете выплачивать по вашим типа вот то что вы какие вы делаете налоги вы не сможете платить у нас показывает что вы не сможете платить мы с вами вам навряд ли мы сможем что-то дать разве что вы покажете какой вы дадите первый взнос если вы дадите там а первый взнос это не меньше двадцати процентов если вы дадите первый взнос такой какой нам нужен может быть мы еще сделаем с вами сделку если нет соль а если мы дадим взнос допустим квартира стоит сто тысяч первый взнос 20 процентов это бог это двадцать тысяч мы малоимущие друг бац двадцать тысяч баксов а налоговая может спросить не обязательно но может товарищ откуда у вас такие деньги мы вам даем помощь три тысячи в год а вы покупаете дом его так легко даете 20 штук баксов какие же вы тогда малоимущие даже не дает взад и даже не смотришь что тут стоят машины капец водила так что вот такие дела тут малоимущим быть хорошо но со всех сторон потому разве что мы можем продать дома какую-то квартиру и показать если вдруг нас просят у вас откуда деньги мы можем тогда показать бумажку купли-продажи на же будет сертификат что вот откуда у нас деньги вот такие то дела тут не все так просто купить взять и купить вы должны сказать как вы купили вы же бедный вот так бедный или найти себе вот как сказал этот бухгалтер нужно найти себе как бы человека который может вам дать расписку что вот я дарю им эти 20 тысяч за хорошую работу или за то что они у меня родственники или за то что они смотрели за моей мамой или то что они смотрели у меня за детьми или за что-нибудь за то что она там хорошо убирала у меня дом я дарю двадцать тысяч может быть такая расписка такая типа дарственная вот для этого первого взноса но это же нужно найти таких людей которые бы тебе это написали тут все боятся нигде не засветиться не в налоговой нигде потому что сразу и их посмотрит а кто такие кто дал 20 штук откуда них есть лишние деньги вот это есть америка тут все строго подконтрольно не там как у нас кому продал за что купил никого ничего не интересует здесь все во всем строгий учет потому мы и не покупаем ничего возможно когда мария закончит школу когда она устроится на работу будет получать хорошие деньги возможно мы можем тогда сказать что вот нам дочка дала но пока это не наш вариант будем искать как говорил никулин бай-бай